Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас среда. Завтрак у нас гречка, яйцо и овощи. А сколько 50 грамм? Значит, у меня гречка вот такая вот она в пакетиках. И очень удобно, что здесь, видите, написано 8 пакетиков по 62 грамма. Значит, чуть меньше одного пакета мне нужно на завтрак гречки. В качестве овощей, гречки, у меня сегодня опять дайкон с морковью, чуть-чуть лимона, чуть-чуть соли, перец, в обязательном порядке черный молотый перец. И заправка сегодня будет вот такая вот, йогурт Биомакс, он без ничего, без всяких добавок, просто обычный йогурт. Я живу не одна, поэтому своим товарищам, своему семейству, Андрею и Иване, я делала гречку со сливочным маслом. И вот всегда в детстве, когда я была маленькая, мы тоже всегда готовили гречку со сливочным маслом. Так, ну а у меня просто половинка пакетика гречки и салат. Всё, вот это мой завтрак. А вот это вот подготовила цветную капусту, хочу сейчас тоже её приготовить. Не знаю пока как, пойду посмотрю рецепт. Я про гречку, я вчера, на, дождь, шарик, поиграй, прочитала, мне так смешно было. Подходит кот к миске, понедельник, вау, гречка, вторник, гречка, среда, гречка, четверг, фу, опять гречка, пятница, не буду есть гречку, суббота, гречки в миске нет. На, дашь ещё одну. Понедельник, воскресенье, еда не понравилась, понедельник, вау, гречка. Это на дзене, вот видите, мне так понравилось. Понедельник, вау, гречка, воскресенье, еда не понравилась, понедельник, вау. Так, ладно. Насчёт капусты, нашла сейчас очень классный рецепт. Ну, во-первых, разделить её, понятное дело, на соцветия, сдобрить её оливковым маслом, поперчить и посолить. Так, основная задача, перемешать всё хорошо, качественно с маслом, чтобы вот каждый кусочек капусты, он пропитался и маслом, и солью, и перцем. Далее берём противень и всё это аккуратненько выкладываем. Покрываем противень специальной бумагой. И вот таким вот образом, слушайте, такой аромат базилика идёт. Как я вот довольна, что я купила вот это вот масло, хочу ещё с другими разными вкусами. Я не знаю, правда, ароматизатор это или настоящий там добавлен базилик, но аромат идёт... А, ну, вон у меня зуб базилика-то, кстати. Аромат шикарный. Так, на 190 градусов духовку я уже разогрела, она у меня уже прям шпарит. И на 15 минут всё это дело в духовку. 15 минут моментально прошли. Достаем нашу цветную капусту. Пока она у нас будет сейчас остывать, готовим для неё заправку. Итак, показываю, какую я буду делать заправку для моего салата. Это будет именно салат. Вот такой вот термостатный домик в деревню Зогурт классический. Без каких-либо добавок. 150 грамм здесь у меня. Значит, 3 зубчика чеснока мелко порезанных, плюс пучок укропа. Далее сюда добавляю сок половинки лимона. Ну, в общем, одна ложка лимона здесь нужна. Соответственно, чуть-чуть посолить всё это дело. Добавить сюда ложку оливкового масла. И добавить сюда ложку горчицы. Вот как-то так. И всё это дело смешать. Смотрите, какая-то горчица с медом написано. Итак, остывшую капусту мы уже переложили в салатник. Я мелко порезала куриное варёное филе. Куриное варёное, варёное, куриное филе. В принципе, да? Перемена мест слагаемых сумма не меняется. Значит, добавляю сюда нашу заправку. Вы знаете, это настолько вкусно, вы даже себе представить не можете. И есть ещё один ингредиент, который нужно сюда добавить. А именно, порезанный вот такими вот кубиками средний помидор. Помидор придаст сочность, некоторую сочность этому салату. Представляете, здесь чеснок, оливковое масло с очень вкусным ароматом базилика, укроп, цветная капуста, тоже уже пропитанная вот таким вот ароматом. Получается вот такой вот очень вкусный, очень полезный, а самое главное, очень сытный салат. То есть, это такой, знаете, полноценный обед три в одном, потому что здесь есть зелень, здесь есть курица и здесь есть овощи. То есть, в принципе, вам даже уже больше ничего и придумывать не надо. Здесь уже все три в одном. Пользуйтесь. Так, всё. Марафет навела. Теперь могу предстать перед вами, потому что с утра встаёшь, волосы всклакоченные. В общем, видео для просмотра только домашними называется. Утренние. Значит, по поводу гречневой каши и дайкона салата. Мерзость. Просто вообще какая-то неописуемая. Никому не советую так делать. Я, конечно, это всё съела, но это, знаете, без всякого удовольствия давишься, какая-то ерунда полная. То есть, если гречка, то там лучше с помидором, с огурцом, я не знаю. Но только не с дайконом. А дайкон это так либо блюдо само по себе, либо очень хорошо сочетается с картошкой. Тоже очень вкусно. Но, в общем-то, как бы сочетать вместе не стоит. Но, тем не менее, муж уже салат этот быстренько съел, гречку есть не стал. Ну, а я всё вместе. И вообще, я поняла, что я соскучилась по овсянке. Овсянка гораздо вкуснее, чем гречка для меня оказалась. Вообще, я так поняла, что я гречку-то не особо и люблю. Если только, знаете, жаркое из гречки, когда вот она тушится вместе с говядиной и с морковкой. Вот это вот самое лучшее сочетание. Вот это вот прям... Пальчики облежь. Или с печенью. Кстати, очень давно я не готовила печень, потому что не люблю очищать печень от плёнок говяжью. Но нужно как-нибудь заняться этим делом. Кстати, можно говяжью печень, сделать из неё фарш, пережарить с луком. Такая вкуснятина. Пальчики облежешь. Вот. Ну, а сейчас, значит, понятное дело, с утра, как всегда, все в делах. То есть, помахал тряпкой, походил, пыль погонял. Там, пропылесосил по углам, где пылесос докуда не доезжает. Кстати, просили снять обзор полный на пылесос, потому что люди хотят купить тоже, выбирают себе модель. Давайте я это сделаю, наверное, в конце видео, просто чтобы для тех, кто неинтересен, они это не смотрели. Муж очень долго искал эту модель, по отзывам смотрел, какие сейчас лучше пылесосы, какие-то отзывы, чтобы уже по прошествии какого-то времени. Я вам пылесос на даче показывала, ему 20 или 30 лет, и он до сих пор работает. А вот за все время, что мы с Андреем живем, уже сколько, наверное, лет 16 в этом году будет. Я, кстати, никогда не помню. Андрей помнит, я не помню. Вот. Мы уже сменили, я не знаю, наверное, пылесосов ну, 8 это точно. То есть, в среднем, значит, у нас пылесос работает на протяжении двух лет. Нет, последний долго работает, а вот как-то предыдущий, то как-то выпускают какую-то модель, потом к ним мешков не найдешь. Вот у нас мы так сменили 4 пылесоса, потом решили, что с мешками мы больше покупать не будем, которые вот заменяются мешки, и перешли вот уже на пылесос, который у нас вот сейчас работает, уже на протяжении длительного времени, там мешок можно вытряхать. То есть, это самая удобная модель. И здесь тоже в роботе-пылесосе тоже, соответственно, вы вот этот вот пылесборник просто вытряхиваете. То есть, не нужно какие-то покупать и докупать еще что-то, какие-то дополнительные аксессуары. В общем, я сейчас иду на почту. Наконец-таки я выберусь на почту. Написали мне адрес, куда высылать вот этот вот этот комплект. Полотенце, обычное полотенце кухонное и комплект с халатом. В общем, сейчас пойду попробую отправить, потому что отправка будет в Украину. Я не знаю, сейчас в связи с коронавирусом ничего не изменилось. Принимают туда посылки, не принимают. В общем, попробую это сделать. И потом мне нужно купить краску для волос. У меня сейчас многие спрашивают, какая краска. Я уже ее показывала. Покажу еще раз. Потом маникюр договорилась с девочкой и договорилась с девочкой, которая тоже меня покрасит, но это будет чуть позднее. Все, отправила посылку в Украину. Кстати, кто писал, вот тогда из Беларуси. Мне какая разница, куда отправить там. Сколько бы ни стоило, если человек выиграл в конкурсе или еще что-то, то отправляю. Но, конечно, это неудобно. Идти на почту, заполнять там все эти документы. В общем, я решила, что если у меня какие-то еще розыгрыши на канале будут, пусть они лучше будут денежные. Потому что денежный перевод, он самый простой. Парень, который посылку принимал, он не знал, как оформлять новенький. Говорит, пишите все на английском языке, потому что это международное отправление. А я откуда знаю, как там пишется для меня все еще. С переводчиком. Стою, заполняю, мучаюсь там с этими районами, как это правильно написать. А приходит другая женщина откуда-то из недр почты. А говорит, о, а что вы, говорит, в Украину пишите-то по-английски? Вы по-русски пишите. После того, как я уже все перевела, запомнила. А вы, говорит, по-русски, парень. Да, а я не знала, меня учили так. Ну, вот так вот. Всегда, когда новая профессия, не знаешь, как правильно делать, что правильно. В общем, смотрите, вот такая краска. Краска Иллюмина Калор. Я беру всегда для себя. 10.93, либо 10.38. Но вот сейчас пока не, к сожалению. Сейчас Матрикс посмотрим. Матрикс вот 10G. Есть все только, да? 10P есть. И шоколадный, Паша. 10P есть. А 10P это что? Это какая? 10P это будет, наверное, совсем вот такой вот. Нет, село. Да. Так, дальше пошло. 10P вот либо V. V есть. 10V есть. Вот V не вот такая, да? V не нету. А что тогда V такое? Какое? Вот это что? А, ну понятно, это пепельная. Фиолетовая пепельная. Вот эта линейка осталась только. И вот этой тоже нет? Нет. А, эти есть. И N есть. А, ну это тоже как нейтральный, натуральный, да? 10M сейчас. 10M есть, да. Ну вот давайте ее. 10PV, что у нас по SPM? Вот SPM. А еще SPM есть. Ну вот, кстати, красивый цвет. Если есть SPM или 10M, кстати, тоже. 10M есть, да. Вот давайте, там же она к полутора, да? Да, да, да. Вот, давайте. В общем, этот карантин-самоизоляция действует на все, про все, в том числе и на магазины. Они почему-то не заказывают, но причем хороший магазин этот Лиза. Но, видимо, из-за того, что, может быть, выручка не очень большая или еще что-то, нет в наличии красок. Илюмина, вот этот вот все просмотрели, все десятки, но только такой седой. И седой я не хочу. Я, видите, решила уходить такой больше, как в рыжину. То есть я окрашиваю только чисто корни. Не хочу больше обесцвечивать, потому что я всегда сперва обесцвечивала раньше и потом уже тонировала. А сейчас хочу, ну, прийти, ну, пусть он будет не совсем блонд, но в любом случае корни закрасить, потому что корни-то уже седые. Возраст-то идет, и корни, соответственно, седые. Поэтому купила Матрикс, как всегда, вот эту вот капсулу с маслом, которая добавляется в краску. И там сама краска Матрикс там больше по граммам. Обычно в обычных красках вот по 60 грамм. А в Матриксе 90, так что, в принципе, на корни должно мне хватить. Я бы и сама покрасилась, мне вообще несложно. Но я сзади какие-то участки не прокрашиваю. Я их не вижу, и я их не могу прокрасить. Как это сказать? Наверное, я так скажу, да? Потому что видео разные люди смотрят. Договорилась с подругой. Вот так вот. С подругой. К подруге я могу пойти? Вот она мне сделает тоже маникюрчик какой-нибудь. Если не знаю пока что какой. Ну, а я подошла сейчас к нашему пруду в 15 микрорайоне. Немножко покажу вам уточек. А уточки у нас вот такие. Вот смотрите, какая прелесть. И какая красота. Летают. Тут не только утки, тут еще и чайки. Чайки в этом году потеснили уток. Я, наверное, сейчас пойду вон на тот остров зайду. Чтобы вам лучше было видно поближе. Здесь целое птичье царство. Смотрите. Голубей подкармливают, но чайки тоже не дремлют. Чайка, видите, сидит, ждет. Так что здесь все вместе смешались. Чайки, голуби, утки. Это денек, это денек, выдался как на заказ. Птахи поют, и ветерок балует лаской нас. Солнце, привет, нам свысока. Жлет и к зениту ползет. Значит, живем, братцы, пока. Значит, со жизнь идет. Давайте нальем, давайте поднимем и выпьем. Давайте до дна. Давайте с плеч заботы скинем и вспомним, что жизнь одна. Давайте мы все плохое забудем, пусть все, что достало, уйдет. Давайте сегодня счастливыми будем, а завтрошка повезет. Нужно позаботиться об ужине и об обеде, наверное, завтрашнем. Вот такие вот отбивные куриные я сделала. То есть я отбила курицу. Каждую отбивную солю. Можно не солить, если кто-то без соли все это ест. Перчу. Это буду есть только я, но, может быть, кстати, муж, не знаю. Если в духовке пожарю, может быть, съест. Так, и дальше. Мне срочно нужен какой-то оператор. Я не могу и готовить. В общем, смотрите. Начинка. Что у меня здесь? Мелко порезанный один средний помидор. Чеснок. Мелко порезанный сыр. Значит, чеснок здесь у меня два зубчика чеснока. Мелко порезанный сыр. Это две пластинки. Дело в том, что я вчера просила мужа купить кусок. Он купил пластинками. Я их просто взяла и порезала. Потому что, как бы, ну, какая разница. Он все равно растает. Вот. Значит, вот такая вот смесь у меня получилась. Это уже дело я все не солю. Почему? Потому что здесь есть сыр. И он соленый. Сыр обычно какой-то. По-российскому. Что я сейчас покажу по-глублению. Так, вот такие отбивные. И сверху на мои отбивные я кладу вот эту вот начинку. То есть, получается, здесь у нас овощи. Но из запрещенных продуктов, по идее, только сыр. Ну, сыра здесь не так много. Поэтому, ну, я не думаю, что это прям настолько критично и настолько страшно. Ну, вот такие вот получатся вкусные отбивные. Масла здесь, еще раз говорю, практически нет. Вот одна капелька, чисто, чтобы вот смазать противень, чтобы он был, чтобы они не пригорели к этому противню. Хотя, в принципе, он у меня, наверное, антипригарный. Сыр у меня вот такой вот. Вчера я натре купил Гаудо. 48% здесь жирности. И вес тут 125 грамм. Я взяла отсюда 2 ломтика. То есть, получается, я взяла 60 грамм. Но у меня же будет не одна порция, а 4, как минимум, да, по-моему, там кусочка было. То есть, как бы я все это съем не за раз. Поэтому я думаю, что я ничего не нарушила. Там покажу моего рыжика. Рыжик мой. Все время строит себе какие-то пещеры. Смотрите, построила еще очередную пещеру. Подушки идут в ход. Это... А я говорю, Ваня, иди поешь. Грушу тебе там почистила. Нет, мам, я не могу, я не буду из своей пещеры выбираться. Он уже в этом сундуке сидел. В шкафах вот в этих во всех сидел у него. Там вот, смотрите, видите? Стульчик специальный подложен. То есть, тут, в принципе, тоже большая пещера. В общем... Весь дом одна сплошная пещера. Да, Вань? А чем тебе так вот прикол в чем? Смотрите, пищит. Пищит моя духовка. Но я увеличила время до 25 минут. Я подходила, добавила сюда. Так, ну что. Мне кажется, 25 минут достаточно. Идеальный ужин. Осталось все это выложить на тарелочку. Даже представить не можете, какой потрясающий аромат идет от чеснока, помидора и укропа. Слушайте, прям восхитительный. Такое, не знаю, конечно, наверное, видео не передает. Прям дымок, порог идет. Но я сейчас не знаю, как это сохранить в тепле. Как это сохраню. Иду на маникюр. Ну что, вот такие вот нокаточки у меня сегодня получились. Красота. Попробовали даже нарисовать тюльпанчики. Как вам тюльпанчики? Кого? А ты такой хотела? Ну да, я сомневалась. Нет, без этого. Я бы отложила себя такой, либо такой. Ну, розы. В общем, встретила Оксану сейчас по пути. Я так не хотела идти уже. Прям вообще сил не было. Уже время 9 час. Но думаю, надо. Но заставила. Заставила, конечно. За уши. Не, ну я отходила до. В общем, я что хочу с тобой обсудить. Новость сегодня. Собянин рассматривает возможность. Да, я читала. Прогулок домами. По очереди как-то там. Ну, по очереди домами. Вот как ты это поняла? Эту новость будет поездить. Да, вышел домом. Всех обзвонил. То есть, смотрите, вот этот дом может выйти, а вот тот дом не может выйти. Это вообще, мне кажется, маразм крепчает. Это дурь вообще полная. У нас, по-моему, уже вышли все дома. Да, все дома. Мне кажется, уже не загонишь на самом деле людей домой. Потому что, ну, это нереально. Тепло. Тепло. Но дистанцию-то люди соблюдают, да, между собой? Нет, ну соблюдают это наших интересов. Людки. Как бы маски там одевают. Ну, давайте уже, блин, как-то эти, главное, магазины, слышь, открывают. А гулять домами. Гулять будем домами по очереди. А уйдет какой хорошенький. Вот. В общем, вот таким вот образом, дорогие друзья, прошел наш день. Надеюсь, что все-таки гулять мы будем все вместе. Часто. И ровно столько, сколько нужно. Но это ты спортом занимаешься. Я говорю про прогулки. Всем, как всегда, желаю хорошего настроения, добра, позитива. Увидимся завтра на даче. И обязательно увидимся вновь. Да я, мне кажется, уже дача людям надоела. Одно и то. Вот смотрите, наша грядка, наша петунья. Тильпана зацвели, тильпана отцвели. И петунью посадили, петунь и зацвели. И все одно и то же. Даже не знаю, мне не хочется канал в кулинарный превращать, потому что каждый день вот так вот готовить на камеру очень сложно. Готовлю-то я каждый день. Но вы представляете, вот со штативом, туда штатив, сюда, у тебя здесь лук горит, у тебя здесь то, все. И готовлю же я не только на себя, но еще и на семью тоже. Еще какие-то другие продукты. В общем, и в целом, буду, наверное, готовки меньше показать. А крошку приготовила? Юра, что-то нам так, мы любим ее. Но я все равно сейчас ела. Я сейчас перед походом нарушила. Уже было 15.08. Ну ладно, нарушила. То есть ты интервальное голодание? У тебя интервальное вида? Нет, я не тоже нарушила. Не было возможности поужинать сегодня. Я считаю так. И пообедать толком. Исключить сладости, исключить хлеб, исключить мучную. Все. Процесс все равно пойдет. Мучную хлеб еще не могу. Мне нравится со злаками хлеб. Кстати, я нормально иду, а то мне всегда говорят, что я это, ноги у меня больны. Ты хорошо идешь. Это я иду, это задыхаюсь от дышка. А, люди говорят, о, у вас от дышки. А как же дышать, допустим? Нет, ну ты идешь, дышишь, и телефон передает. Очень чувствительный микрофон. И поэтому вам кажется, что у тебя от дышка. Какие приспособления классные для спорта у девушки. Прыгалки такие. Она идет и прыгает на них. Но сейчас идет она уже, прыгать-то тяжело. А прыгать высоко получается. Высоко прыгалки такие. Но я не знаю, как вот это интересно. Равновесие удерживать. Жалко, я вам не показала, как она прыгала. Пошла пешком. Ну, я обещала же я сделать обзор вот этого пылесоса. Я, конечно же, уже об этом забыла, пообещала. Муж говорит, а ты же обещала вроде что-то про пылесос рассказать. Так, Вань, давай вкратце расскажешь, что это, во-первых, за модель, название модели. Xiaomi 1S. Xiaomi 1S. Вот эта вот модель называется Xiaomi 1S. Как она работает, расскажи. Что к ней нужно установить специальную программу. Mi Home. Mi Home. Китайская такая программа. Это от Xiaomi тоже. Задать планировку квартиры, да? Да. А человек, который не разбирается в технике, сможет справиться? Вот просто клавишу нажать, кнопку какую-то, и чтобы он поехал и убирался. Тут, например, он сначала, если нажать на вот эту вот кнопку... Без этой программы он будет работать, если эту программу не устанавливать? Если эту программу не устанавливать, то он может только убирать весь дом. А как он будет препятствия обходить? Ну, как бы он обходит прям со света. Ну, покажи сейчас. Вот, допустим, если просто нажать эту кнопку, куда он поедет, просто посмотреть. Да нет, знаете, пожалуйста. Смотри, он управляется двумя медами. Здесь он, типа, он не может ли вот так его не будет пересорадовать. А здесь он, как бы... Сейчас. Он наш дом как бы вот распознал, потому что он ездил по нему всему. Так. И вот он это все распознал вот этим вот... То есть он сам распознает? Да. То есть один раз он проехал, он уже знает, где что находится. Ну, как бы он сначала у нас сям в моей комнате и поехал его... Ну, это вы так с папой установили, чтобы он с твоей комнаты начинал. Нет, он сначала ехал вот здесь, вот сюда. Ну, у него есть база, да. У него есть вон там база. То есть он там должен стоять, заряжаться. Больше никаких проводов нет. Ну, не надо сейчас туда его на базу. Я просто вкратце, я забыла, я не хотела... Этот, самое главное, этот, покажи пыли этот, как в приемник. Как, что там, куда это все уходит. Даша, у нас Даша, видите, теперь защищена вся квартира от Даш. Вот здесь, видите, вот такой вот пылеприемничек. Подними его, можешь достать его? Нет, я его не могу, его только папа. А, его только папа может достать. Ну, там, в общем, скапливается пыль, и его просто спокойно нужно вытряхнуть. Этот пылеприемник, и все. Ну, вот один раз он по дому проезжает, и он практически полный. Хотя пылесосит каждый день, и иногда два раза в день. Поэтому пыль дома существует. Да, Даша? Благодаря тебе. Тебе, твоим зеленым глазам. Все, на парковку его. Пусть едет. Слушайте, он всегда разговаривает. А Даша всегда на него, знаете, она когда вот сидит, а этот мир, значит, пошел в путь. И Дашка всегда на него с таким подозрением смотрит. Даша, куда он поехал, Даша? Кстати, тут можно выбрать языки, но тут нет русского языка. Ну, а зачем он русский язык нужен? Я, кстати, всегда вот это вот какой-то усик там торчит. Всегда не могла понять, для чего этот усик торчит. А он, чтобы пыль как бы в него была, в насчет ушла. А, вон он что, в чем дело. Все, видите, поехал домой. Раз. Что? Правда, он один раз у нас заглючил, он там вот думал. Что там у него салютка. Да, что-то один раз он попутал свой, да? Он как бы вот так делал. Понятно? Ваня вам показал. Вот как сейчас. Но это вот он таким образом паркуется, на парковку пошел. Все. Все, пока-пока. И напоследок наши тюльпанчики. Убегай от снов и от прожитых лет. Все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь. И не больше, не меньше. А глянись за собой, сколько в жизни сплелось, сколько судеб к тебе прикоснулось. Пусть пол жизни прошло, как у всех на ось. И удача другим улыбнулась. Поговорим за жизнь. Без трёпа, без пустого. Есть повод у друзей. Честное слово. Поговорим за жизнь. Без трёпа, без пустого. Есть повод у друзей. Честное слово.